Уже много лет эта дорожка связывает город с одной из железнодорожных станций. Раньше пройти эти 200 метров жители старались как можно быстрее. Мусор, сухие ветки под ногами. Но по инициативе активных горожан здесь стали проводиться субботники. Мы за город болеем, мы хотим благоустроить территорию. Все замечательно, настроение прекрасное. На очередной общественный субботник вышли несколько сотен человек. Собирают прошлогоднюю листву, убирают сухие ветки и скопившийся мусор. Мы уже убираемся у себя дома. А город наш дом. Мы должны убраться везде. Помимо наведения порядка, жители вышли с инициативой благоустроить территорию солдатского леса и установить мемориал. Для города это знаковое место. Более ста лет назад, в июне 1918-го, отряд Михаила Кадымцева, обороняя Самару, принял здесь бой с белочехами. Это очень хорошая, я считаю, инициатива. Мы ее поддерживаем. Мы год интенсивно здесь должны поработать. Еще раз говорю, навести окончательный порядок и ввести в эксплуатацию вот этот вот объект. Мемориал будет представлять собой символ Красной Армии и пятиконечную звезду. Кроме того, по инициативе жителей лес превратится в парковую зону. Благоустроить планируют площадь в 4 гектара от улицы Островского до Дзержинского. Идется работа по изготовлению дизайн-проекта, который будет учитывать пожелания жителей и наполнение этого дизайн-проекта пешеходными, беговыми, велодорожками, устройством детских игровых площадок, зоной барбекю. Принцип открытости власти, утвержденный губернатором Дмитрием Азаровым, будет соблюден и на этот раз. Все варианты благоустройства парка обсудят с горожанами. А пока необходимо навести здесь порядок и поддерживать его. Общественные субботники планируют проводить каждый месяц. Павел Баймаков, Сергей Костин. Новости губернии.